ассалам алейкум джекитер мэнкэздар калайсин дар булка штанов минынка штанов реакшн канала макошки льди низдер и сегодня у нас будет реакция на умыр хотя бы ты не бросай название серии и это у нас уже 6 серия да ребята я немножечко затянул с выпуском реакции на 6 серию умыра но тут как говорится новый год неожиданно подкрался ну и все сопутствующие дела и суета и семейные хлопоты и так далее так что ребята все приступаем к записи реакции вам всем приятного просмотра ну и да по традиции коп рахмет за то что подписывайтесь на канал кто еще не подписался внизу кнопка проходите прожимайте и не забывайте включать колокольчик уведомления и да всех с наступившим 2022 годом пусть в новом году взбудутся все ваши мечты желания и вы облить и вы обязательно добьете успеха добьетесь успеха конечно же в своей деятельности своих в своем хобби короче в своих увлечениях пускай этот год будет незабываемым для всех и для каждого из вас так все приступаем к просмотру это так там по моему сестренки до было плохо в конце предыдущей серии сейчас наверно нам должны показать флешбеки даст продакшн и а вы в курсе что до сеги пивость вредный дачу тогда встречи на муратане имейте совесть но это мы видели всего надо но не лезьте вы туда короче мы пообщались с нашим братом насчет тебя изгнали всю эту ситуацию он услышал и хочет помочь вы составьте на них характеристику а я не сперва комиссии химеры кстати ребята по новым правилам ютуба в 2022 году видео не начнется если вы не прожмете лайк ничего не могу с этим поделать такие правила вот пришло недавно сообщение так что давайте ребята прожимаем лайкосики все 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 отлично рахмет смотрим дальше быстрее пожалуйста у меня уже сердцем проблемы дина пожалуйста очистить сейчас скоро у меня туда не впустит и чё я тут причем скорую и знал пиццы я лично проблему кирижове лишние проблемы что ты несешь такое но не в этот раз пожалуйста будет статус будь с нами я тебе заплачу хорошо у меня есть 30 тысяч откуда у тебя деньги да я заработал дина пожалуйста мы с тобой виталию поедем и тебе сегодня сок куплю но ты сначала очнись пожалуйста и на что за человек это чем а просто сердце разрывается чтобы чуть-чуть могли бы не успеть состояние у девочки крайне нестабильное в любой момент может ухудшиться сколько или 7 значит у нее сегодня двойной день рождения значит если ей уже семь лет ситуация с пороком затянулась если она до сих пор держалась на препаратах то теперь потребуется операционное вмешательство но сразу скажу операция не дешевая сколько стоит мальчик я понимаю что ты переживаешь но пожалуйста не лезь когда взрослый разговаривает на мою стрелку поэтому я лезу сколько это общался это как вот по операции столь что ну два два с половиной миллиона ну точно не могу сказать я дежурный врач детский кардиолог завтра придет и на очень этот ну осмелись предположить да что он мэр все-таки согласиться работать с этими ребятами но делать вот эти всякие темные делишки да и ну как бы теперь у него есть как говорится такая мотивация чтобы эти деньги заработать блин а у лежат а там ладжок от сироты скидка нету что можно плоту оформить но это очень долго очень много бумажной волопит и затянется может а тут лучше не затягивать очень серьезно можно книжек она все равно спит завтра зайдешь пусть и я зайду и пошел обратно пожалуйста хорошо пошли он не отстанет на его тихо жар миллион день тип такой переживал да где эти деньги достать да ему все равно просто сама мама папа тостан тупиенсек осталось я тебя люблю дина почему-то мне кажется серик тоже как-то поможет ну полетит да ладно это на чё это на уже одной ногой типа на небесах что ли получается как будто бы мы были здесь когда вы домой придете когда мы опять будем вместе мы всегда рядом мы каждый день приходит и смотрим на вас почему вы не заходите я всегда одна нет и не одна у тебя есть вам рога даже сейчас врага у марка и мы рядом так как ты главное не бойся будь умницей слушай вам рога у вас все будет хорошо так как тебе трогательный момент тебя вы мрага ждет а вы мы мы здесь побудем а потом мы все опять будем вместе поработать а то вы мрага один остался иди но пришла дина девочка ну все ну а у нас хватит пошли нет кишкин болотраешь пожалуйста нет нет умер ей покой нужен завтра придешь а теперь иди хорошо брак только эту сапку на завтра пожалуйста мы за ней обязательно внимательно приглядим все будет хорошо я сам заработаю эти деньги мы с твоим дядей поговорили он все сделает он ничего не сделает я лучше сам заработаю говорю он только кишкинику все не зарубится почему не перевели вот сейчас он сказал на казахском языке да а субтитров не было напишите пожалуйста в комментариях что он там сказал какие-то такие довольно таки наверное нелицеприятные вещи да шоу ладно ты сам найдешь деньги теперь пошли харил пенгина вертеньки ли слово пацана врач просто не знает кто такой у мраг ну как я и предполагал ну тут как бы логично это понятно да что он к ним и готовым у меня тоже пять минут и готова мих попробуем что дебюс конечно талант не ломайся чё-то весь город на нём сидит охота понять чё почём дичь ну чё дешевле чем травка вот поэтому и сидят на нем ну что он дешевый травится говно ну чё с тобой дал бичи что нет какие-то понятия интересного по любому чё там интересного мура обычные химии дешевые он малетки употребляют он ходит воняет смысле воняет прямом смысле воняет после него к это какой-то запах появляется он лучше старая добра классика базар нет вредный но лучше чем той химии вообще знаешь принцип меха ты употребляешь то и короче все эндорфины ты свои вскидываешь понимаешь потом без остается пустой без этого не можешь а это твое настроение чтобы поднять свое настроение ты опять его нюхаешь потом бац все ты уже подсел и воняешь как малолетки а ты откуда все ты знаешь или пробовал уже что нет конечно рассказали мне а кто тебе рассказал помнишь таира а мама который сдох на пучок ну вот все же думали что он чистый был он наконец нюхал не гони в экспертизе сказали он чистый ничего не показала там но не всегда вы высвечивается так что вот не просто да так сейчас нам это все как бы это диалог показывают ну лично лишняя анти пропаганда вот этой химии тоже на ю тубе какие-то пару роликов смотрел таких документальных которые снимают бывшие наркоманы и то что они рассказывают ребята такая жуть просто просто невозможно есть такой канал на ю тубе отец олег по моему называется вот он бывший кто употреблял да не за каким чудом он с этого слез и такие вещи он рассказывает а главное так рассказывает просто блин как будто бы аудиокнигу слушаешь а он еще и такой весь на внешность как бы харизматичный ну да ладно как бы не про это речь идет в основном конечно но и с ним надо завязывать я забыл кайре позвонить насчет чего интересовался за него а чё ты не скажете что скажу скажу по факту нету и все часом там давай на детдом на щегул дарт пошмонаем а пойдем там по-любому найдем кого-то не мура сейчас нам система другая не как у нас раньше было там всех всех детей контролируют умерл по идее идеального ряда же у него понятия другие вообще отличает отличается от других чего там хер забей вообще чем придумаю справляешь как-то без это он на крайняк если чё ты за щегла проканаешь блин я думал сейчас он в дверь постучится типа а не показали такому момент а понял 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 ты че сделаешь слава я вас ждал а че не заходишь давно живешь час где-то забыл какая у вас квартира ну это тип конечно его надо научить домофон взломать ладно учим потом че случилось этот предложение по поводу квартиры она все же в силе который вынести надо да в силе че решился к сожалению просто деньги нужно все базару нет я же говорю свой пацан чая позвоню быстро к сожалению состояние девочки крайне тяжело то есть на фоне врожденного порока сердца у нее признаки декомпенсации речи недостаточности развились у нее был эпизод потери сознания на фоне жизни угрожающей аритмии также у нее признаки дыхательной недостаточности то есть она сейчас находится на аппарате вы проводится контроль жизненно важных показателей организма и все необходимые мероприятия подождите гузель фархатовна вы можете простым языком объяснить почему вообще так получилось это все на фоне врожденного порока сердца настолько ослабло что сейчас давление не держит мы отключили кардиотоническую поддержку это вообще лечится но только хирургическим путем простым лечением разве нельзя порог сердца не такое же редкое заболевание но серьезно это с пороком да но к сожалению время упущено девочки уже семь лет вы вообще знали о том что у нее есть порок сердца ну как знали девочка вообще сирота родители умерли я вообще директор школы никакого отношения не имею поскольку ситуация такая я конечно подключилась она живете доме или у нее есть опекун мне опекун есть надо связаться с опекуном сказать чтобы он готовил документы на квоту или операцию на платной основе от двух до четырех миллионов тенге то есть оперировать нужно в срочном порядке откладывать ни в коем случае нельзя а без операции она протянет еще долго ну вы понимаете в этот раз мы смогли ее откачать и мы смогли ее спасти жизнь следующий раз боюсь что мы можем потерять девочку рисковать ни в коем случае не стоит чуть мне взгляд этой директрисы не нравится спасибо как бы она не все это какие-нибудь палки полюса через два часа будем давай все туда через два часа стыкуемся у кайра на базе а кто это это наш братан да я знаю кто по жизни говорит по жизни чего-то точно умрали сна где такие жаргоны выучили жизнь ночи короче кайра наш братан все дела кого нам закидывает понимаешь мы к нему советуемся ходим кучу общем я бы сказал даже не братан а как батино через два часа познакомишься с ним узнаешь что он такой все давай не опаздывать только и это подожди не просьба тебе было все когда кайре пойдем засунка же свой характер смысле прямом допускать и питерцу ну да он же не ты смысле чуще гулей на море давай дизы сгоняй быстро не опаздывай только ну что серик теперь ты согласен со мной или опять будешь говорить что их надо оставить у дяди давайте я с окном переговорю может быть ну не знаю кого-то получится серик ну все хватит успокойся ну ты же слышал что врач сказала но неужели ты думаешь этот алкаш сможет квоту оформить да я уверена он не знает адресную справку взять вот он может предоставить только государство это детский дом интернат не знаю что то причем делать это надо как можно быстрее серик подумай ты сейчас их не защищаешь ты только хуже делаешь тут тварь и представь что завтра день и станет хуже это все будет на твоей совести ты это понимаешь хорошо давайте так и сделаем да неужели да не лишь а если бы ты сразу со мной со мне кажется что пружину до этого вообще не нашли динара марасовна я если честно делаю это ради день и реально нужна операция а так мне вообще пофиг дай бог потом их оттуда вытащить серик все я и так все на нервах и ты ты тоже тут не стой просто так давай надо в школу поехать и переговорить с айдосом это одноклассник умера давайте вы не будете мне говорить что мне делать хорошо а чё там с айдосом а у нас же никаких других проблем нет у нас же только вот умер и все айдос уже несколько раз школу с синяками приходил надо поехать разобраться в чем дело почему а то уходишь тут наверное какие-то свои интересы лоббируешь а я я понял что он сказал я думаю вы все тоже поняли что он сказал я и что он был омэр 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 что а у здесь удачи Маккласс. Где я был? Дома. Чего ты мне врешь? Я был у тебя дома, не было там тебя. Да, кстати, понял. Тебя никто Дине не пустит, там она в реанимации лежит. Кто тебя пустит? Пустят. Слушай, Эмир, ты давай из себя этого героя не делай, понял? Ты маленький еще ребенок, у тебя проблемы. Дина-то одна только проблема. У тебя проблемы, ты с кем связался там? Ни с кем. Я все знаю, мне Дина все рассказала. Ты там с кем-то связался, что за вор и кто там вообще? Нормально, Серега, не переживай. Паравери меня, Дина-то. Все. Умер ты, пойми, е-мое. Тебя стопудово теперь в органы опеки заберут, в детдом отправят. Потому что там они только могут квоту дать на операцию Дине. Ты понимаешь это? Не, Лол, Жак, я сам заработаю. Где ты заработаешь? Два миллиона пятьсот тысяч? Где ты заработаешь? Я даже, если готов был тебе деньги дать, нет у меня таких денег. Я не знаю, что ты заработаешь. Все. Отпустите меня, я иди сюда. Что ты, что ты нервничаешь? Я ради тебя здесь стараюсь. Как хвостик с ченой артнан, джебрюжим. Мне это тоже надоело. Умер кишкент у Сунси. Умер кишкент у Сунси. Умер кишкент у Сунси. Хорошо, дядя. Я понял. Можно дина, крем дышал? Умбисмент. Все, иди сюда. Бар, бар. Красопьер. Упертый, наверное. Упертый. Ой, блядь. Но ситуация на самом деле тяжелая. Девочка при смерти. На операцию нужно два с половиной миллиона тенге. Дядя, конечно, не сможет найти такие деньги. Поэтому, ну как бы это грубо не звучало, ситуация играет нам на руку. Сейчас будет проще забрать этих детей. Согласна. Главное, чтобы эта девочка выжила. Не то нас с вами так затаскают. Вы понимаете. Почему нас? У них есть опекун, он полностью в ответе за них. Это сейчас. А если мы их заберем, то попечительство полностью ляжет на нас. И тогда нам придется за все отвечать. Жамиля Ирлановна, вы органы опеки. Вы по-любому в ответе за этих детей. И где вы девочки уже не стало? А я не плечом, да? Дома, в больнице, в детском доме. Все равно придут и скажут, что не доглядели. Да, это так. Поэтому я хочу переждать. Ну, вдруг случится ухудшение, когда пусть это будет не у нас в детдоме, а на стороне. А я, наоборот, не хочу этого. А я знаю. Вы за себя переживаете. Потому что вы являетесь на данный момент директором школы. И именно вы должны были давать характеристики на таких детей нам. А сейчас вы пытаетесь уйти от ответственности. Правильно? Друг на друга, да? Ну, конечно, я переживаю за себя. Но не только за вас тоже. Вот представьте, если девочки сейчас станет хуже, то скажут, что мы не доглядели, не своевременно взялись за решение проблемы. А если мы ее сейчас передадим в детский дом, то мы ее заберем уже у опекуна больной. Следовательно, при нем уже произошло ухудшение. Уже он виноват во всем. А мы что могли, то сделали. Дальше что? Все. Верно. Нужно срочно встретиться с их дядей. Я так поняла. Он тоже держит интерес на эту квартиру, правильно? Предложит, скорее всего. Вы знаете, я думаю, там проблем не будет. Он же алкаш. Я вообще удивляюсь, как ему оформили опекунство. Он ни одному с закона не знает. Как оформили это опекунство, так и отзовем. Главное, скажите, вы с руководством по поводу квартиры переговорили. Вот о чем нужно переживать. Там все нормально. Нет такого человека, которого невозможно было подкупить и дать взятку. Там, наверное, все налажено уже, да, ребят? Ну, все тогда, что мы действительно переживаем. Достаточно мои характеристики отрицательные, чтобы забрать детей. Они элементарно школу пропускают. Вот я уверена, Аумер сейчас не на уроке. Где вот он сейчас? Что с ним? Мало ли что может произойти, так что... Я об этом. Поэтому быстрее вам нужно пойти и написать отзывы. Хорошо, хорошо. Отзывы и нам отправить. Хорошо. Да, кстати, Динара Маратовна, пусть о нашем разговоре ни один ваш зауч не услышит. Хорошо? Вы же понимаете, что даже его стиль несешь. Все, предоставьте, пожалуйста, это мне. Ну, не первый раз, как говорится. Возможно, даже сейчас вы уже в разработке. Всего доброго. Да, хорошо. А так я на связи. Да, замечательно. До свидания. До свидания. До свидания. Это еще кто такой? На. Все, понял. Что мы стоим? Тихо стоим. так забавно да то он в одном сериале там шестерка да в другом сериале он там главный бандит судьба до кидает его кинематографическая судьба братанка лесси брат помнишь я говорю про щегла одного вот я его привел я тебе наслышан красавчик не очень приятно это ваше настоящее имя а что просто пони тарву изгнат на этот посчет фильм да че себе смешленый да пацан минса а бандит ип мать то кто вы тогда максим не рассказывал да я рассказывал он сказал что вы их братан и их наставник я их кормилец они мои братишки ну пацанов ты уже знаешь это мадзи ну а про меня ты со временем все узнаешь самое главное я знаю кто ты ты у нас сирота у тебя есть сестренка и ты дерзкий не все знаете оказывается а что я еще не знаю ну со временем поймете кто я такой даже вы так со мной не разговаривать маленький еще субординации нет да то мы его не то что сильно нормально ладно копсис бухсис ты знаешь чем мы тут занимаемся макс тебе рассказывал я знаю что тебе нужны деньги я их тебе там ты должен делать все что я тебе говорю но если кто-то узнает чем мы тут занимаемся я с тобой церемониться не будет хорошо блин как бы это не звучало но справедливо разговорчивый пришел я не хотела звать на меня давить когда на 10 лет и вытву за зеркала 10 лет никто не дает на я правда говорю ты правду тому оперу сказал а я этому оперу деньги плачу так что не надо мне накидывать понял понял чё братан чё делаешь не знаю разум у нас такой разговорчивый 30 ничего себе вот это жестко конечно да сорян ребят центр найду все так ну блин ну чё то прям вообще конечно жестко да неужели они ему язык там отрежут офигеть да и прям да так получилось тоже я прям слова в слово можно сказать предугадал пока бы все просто как бы и логически понятно блин я так прям боялся что серия закончится на том как вот эти две мы мы будут это обсуждать да вот эту всю дележку так неприятно на них смотрите честно ну как бы понимаю что они нужны для фильма для сюжета вот их диалоги но про не хочется на них смотреть и все таки хорошо что нам показали непосредственно знакомство умыра вот с наставником да назовем это так и вот и сразу дали понять да насколько там обстановка серьезная что омару надо как бы держать язык за зубами да если не хочет его лишиться и как бы так немножечко хотя как бы такие кадры достаточно такие напряженные были но в целом настроение почему-то у меня поднялось ну как бы по сериалу чем вот этих двух номер смотреть прям вообще не переношу что что ну что другую ну опять же как как персонажей в фильмах понятное дело да это же просто актрисы но мы сейчас говорим про фильм и про персон и про персонажи так ребят ну что думаю ждем следующей серии когда они уже непосредственно пойдут на делегу да на дело и почему-то мне кажется что там будет что-то нечисто я не смотрел 7 серию в айтюбе нигде еще не смотрел но почему то есть такое предчувствие наверное возможно как-то серик там вмешается понятное дело да один из главных второстепенных персонажей ладно тут уже такое неблагодарное дело как говорится гадайте на будущее подождем выхода 7 серии на ю тубе и сразу же моментально запишем реакцию ребятам пишите в комментариях ваше мнение что вы думаете по моей реакции по этому фильму что понравилось что нет ставьте лайки под этим видео и ребят еще такая просьба если вы хотите помочь каналу но не знаете как это сделать пройдите пожалуйста под соседними видео напишите комментарии поставьте лайки это много времени не займет но это очень сильно поможет каналу в его развитии в его распространении по простору маха ютуба до чем больше лайков комментариев тем больше мои видео вообще в целом мой канал увидят потенциальные зрители такие же как вы кому нравится смотреть реакции и нравится смотреть реакции вместе со мной так в принципе по этой по этому видео у меня все всем удачи пока